всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе частности про основы электротехники сегодняшняя тема основные параметры катушки индуктивности и первый параметр это номинальная индуктивность зависит от диапазона волн в котором ее применяют с малой индуктивностью катушки изготавливают без сердечника с небольшим числом витков для увеличения индуктивности катушки выполняют многослойный вводят также сердечник из ферромагнитного материала то есть проще говоря ферромагнитный материал или же сердечник он просто усиливает это так называемая индукцию то есть принцип как у трансформатора здесь первичная обмотка вторичная вот но выполняет она функцию как увеличение концентрации электричества но это своими словами второй параметр это допуск на индуктивность катушки который зависит от ее назначением то есть я уже в предыдущих видео рассказывал что то что есть разные катушки индуктивности не только по виду материал из которых они сделаны сердечника без сердечника там из какого материала не сделан тогда тогда но и предназначение для каких они нужны то есть и катушки индуктивности распространены в электротехнике ну везде в различных схемах платах и так далее третий пункт это добротность катушки индуктивности отношения индуктив индукционного сопротивления xl катушки к активному сопротивления r называют добротностью ну что такое индукционное сопротивление я уже рассказал в предыдущем видео ссылки будут под видео в описании к видео и так далее а активность сопротивления ну во первых что такое сопротивление я уже рассказывал в предыдущих видео самых первых тоже будут ссылки под видео в описании к видео вот но крат вкратце напомню сопротивление это такая физическая величина которая ограничивает или полностью не дает прохождение электрического току по проводнику в электрической цепи это если говоря своими словами и вот ниже проведена формула по которой находится так называемая добротность катушки индуктивности q это добротность катушки индуктивности равняется xl это у нас отношение индукционного сопротивления катушки зеленые на r r это у нас активное сопротивление и четвертый параметр это собственная межвитковая емкость она отрицательно влияет на ее добротность и стабильность вот остановимся на этом пункте подробнее для уменьшения собственной емкости многослойной катушки ее изготавливают из отдельных секций для уменьшения влияния электромагнитного поля катушки на соседних деталях и внешних полей на катушку и и закрывают металлические металлические экраны индуктивность катушки возрастает при увеличении частоты и диаметров металлов и уменьшение расстояния между ними виду внутрь катушки сердечника из магнитно электр диэлектрика также способствует увеличение ее индуктивности так вот это то что я рассказывал чуть ранее но в четвертом пункте это все как по подробнее по научному сейчас я расскажу вам как своими словами так вот во первых катушки индуктивности самое простейшее это обычные обычная проволока которая намотанная ну скажем на ручку или там на карандаш неважно суть в чем и когда ток проходит через него то то по проводнику пробегать не только ток но и магнитное поле то есть вдоль проводника движется поле а так как один тот же проводник точнее витки расположены друг другу то порождается так называемое вторичное поле и между этим витками создается еще так называемая межвитковая емкость вот также мы знаем что проводник не только проводит электрический ток но он и как в какой-то мере старается сопротивляться этому электрическому току то есть не проводить и получается такая вот скажем так каша катушка индуктивность хоть и концентрировать себе электрический ток но в нем происходят разные процессы она может себе играть роль как конденсатора то есть он себе накапливает это электрический ток то есть такая это такая интересная электро техническая деталь у него очень много параметров но как правило более подробно изучают люди которые занимаются электрикой то есть это как электрики по профессии вот электромеханики но я привел это в качестве пример для общего образования так для ознакомления не будем на этом зацикливаться следующий подраздел это виды катушек индуктивности то есть если я ранее говорил то что они делятся еще по предназначению так вот застрел на это внимание катушка индуктивности который может измерить в больших пределах называет вариометром он состоит из двух катушек дроссель высокой частоты представляет катушку которая включает в цепь ток высокой частоты для увеличения сопротивления цепи печатной катушки индуктивности представляет собой плоскую много витковую спираль расположенная на печатной платье микро модульная катушка выполняется на магнитосердечниках цилиндрического типа основным материалом служит ferrit ну это все что я хотел сегодня рассказать тема катушки в целом достаточно такая интересная и маленько сложная даже что по научным что по простому и не очень получается рассказать вот такой боль так доступно она как сказать содержит себе очень много параметров от этих характеристик набор функций и так далее вот но основное предназначение это концентрирует тебе электрический ток вот и все по сути данное видео является дополнение к предыдущим видео все соответствующие ссылки будут в описании к видео и под видео ну на этом все всем спасибо не забывайте ставьте палец вверх подписываться на мой канал писайте комментарии если есть у вас какие-то вопросы по данному разделу пишите пишите и не забывайте подписываться на мой канал но на этом все всем спасибо до новых встреч